С вами Рик Реннер. Я стою у входа в пещеру, что в Гефсиманском саду. Гефсимания занимает огромную территорию, покрывая почти весь склон Елеонской горы. В Гефсиманском саду, как мы его называем, были не только деревни, но также и действующие кладбища. Иисус часто приходил сюда с учениками помолиться. И как раз на этом месте Он произнес слова «Это Я». В Евангелии Анна, 18 главе, мы читаем, что, услышав слова «Это Я», солдаты, что пришли сюда арестовать Иисуса, неожиданно повели себя весьма странно. Все как один начали пятиться назад и, согласно Синодальной Библии, пали на землю. В греческом слова «отступили назад» буквально означают «начали спотыкаться, шататься». Они потеряли равновесие, а слово «пали» в оригинале «пипто», значит «рухнуть». Слова Иисуса были заряжены духовной мощью небес. Произнеся слова «Это Я», а в греческом буквально написано «Я есмь», Иисус провозгласил, что Он воплощенный Бог. Его слова источали мощь Божьей силы, которая буквально повалила солдат на землю. Затем, когда они встали на ноги и пришли в Себя, Иисус сдался им добровольно. Далее они пошли мимо этой самой пещеры. В Евангелии от Марка 14, 51 и 52 говорится о чем-то необычном. Читаем. «Один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним. Откуда в Гефсиманском саду появился ногой юноша? Что он там делал? И зачем обернулся в льняное покрывало? Что ж, ответ кроется в слове «покрывало». В греческом этим словом называли «погребальные пелены». Вокруг пещеры в Гефсиманском саду находились могилы, в том числе закопанные незадолго до этого. В одной из них и лежал этот юноша. Вот откуда у него было покрывало. Погребальная плащаница. Иудеи погребали усопших ногами и оборачивали их такой тканью. Юноша лежал в могиле, и когда Иисус произнес «это я», судя по всему, та сила, что повалила наземь от 300 до 600 вооруженных солдат, прикоснулась к этому юноше, осенила его, умершего незадолго до этого. Покрывали в саване, в погребальном саване. Он выбрался из могилы, доковылял до места известных событий, и все это произошло в Гефсимании. В ту ночь не только арестовали Иисуса, но произошло еще одно чудо. От слов Иисуса воскрес юноша. И когда этого воскресшего увидели священники и солдаты, был отдан приказ схватить его. Им не хотелось, чтобы были другие доказательства воскресения. Еще один воскрес. Сила Иисуса поистине необъятна, и она остается такой всегда. Сегодня давайте поговорим о проявлении этой самой силы в вашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Очень рад, что вы смотрите эту передачу. Мы продолжаем говорить о смерти, погребении и воскресении Иисуса. В прошлый раз мы выяснили, сколько ангелов были готовы помочь Иисусу. Сегодня повторим, а затем узнаем, кто же он, тот самый ногой юноша в Гефсиманском саду. Разве там был ногой юноша? Несомненно. В Библии написано, что в Гефсиманском саду появился ногой юноша. Я много лет перечитывал этот отрывок у Марка и думал, да кто это такой, и какое отношение он имеет к гефсиманским событиям? Сегодня мы ответим на этот вопрос и, думаю, что вы удивитесь. Этот факт остается неизвестным для большинства христиан. Сегодня мы продолжаем цикл аудиопередач на тему «Неизвестные факты о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа», в котором 25 частей с общей темой. К циклу прилагается замечательное учебное пособие с ключевыми греческими словами, определениями, принципами и вопросами для размышления. Оно идеально подходит для личного изучения, для работы в группе. На обороте пособия написано «Свежий взгляд на историю, которая казалась вам знакомой». В этом цикле прозвучит то, что вы, скорее всего, еще никогда не слышали о самом известном событии в мире. Вам будет интересно узнать все подробности этого события. Пример тому — тема сегодняшней передачи. «Откуда в гефсиманском саду взялся ногой юноша?» В этом цикле столько всего, и он поможет вам полюбить Иисуса еще больше. У меня есть книга «Заплачена сполна важнейшие истинные факты христовых страданий» о смерти, погребении и воскресении Иисуса. Написано несколько книг, но эта книга особенная. Ее нужно читать с молитвы по голове в день, готовясь к Пасхе. С этой книгой ваша душа будет готова к Пасхе. Мы предлагаем вам скачать бесплатно ознакомительную версию. Рекомендую сделать это уже сегодня. Сегодня мы повторим сказанное в прошлой передаче. Начнем с Матфея 26, 53. За Иисусом пришли солдаты. Он показал им свою мощь, силу и власть. Просто сказал «это Я». И как записано в Иоанна 18, с 3 по 5 стих, солдаты объявили, что ищут Иисуса из Назарета. В ответ Иисус произнес «это Я» на греческом «эгоэми», то есть «я есть». Точно так же Бог заявил о Себе в книге Исход 3 главе, раскрыв Себя Моисею. И теперь, теми же самыми словами Иисус называет Себя солдатом. Так Иисус заявил, что является воплощенным Богом. «Эгоэми» – «я есть имя». И Иисус – Бог. Именно это Он прямо и заявил. После этих слов, как написано в Иоанна 18 главе, 5 стихе, «все солдаты», сколько? Библия говорит «спиро», римская когорта, по меньшей мере 600 воинов. У меня в голове не укладывается. Я всегда представлял другое. Столько солдат. Матфей, Марк и Лука подтверждают, что в саду было огромное число солдат. Слово «спиро», римская когорта, означает по меньшей мере 600 солдат. Все они пришли схватить Иисуса. И слова Иисуса «я есть имя» прозвучали так, словно рванул заряд мощной силы. Мы читаем, что все солдаты попятились и упали на землю. В ту минуту Иисус стоял в пещере. Что до сегодня сохранилось в Гефсиманском саду, ее можно посетить. И называется она «Пещера апостолов». В Иоанна 18, 1 говорится, что Иисус часто удалялся в этот сад. Конкретное место в нем, как раз сюда. Солдаты набились в эту пещеру. Многие стояли снаружи, и всех сразила Божья сила. Стоило Иисусу произнести «я есть имя». И вот солдаты лежат на земле, подкошенные Божьей силой. Оглушенные, ошеломленные, пораженные Божьей силой, просто лежат на земле. И пока не лежат, Петр выхватывает меч и переходит к действиям. Он, как обычно, резок и отрубает ухо Малха, глашатая первосвященника Каиафы. И Иисус прикасается к Малху и исцеляет его. Смотрите, какую силу явил в ту ночь Иисус. Такую силу, что повергло на землю целое войско. Затем, когда Иисуса вот-вот должна арестовать, Иисус прикасается к голове Малха и исцеляет его. Так проявилась исцеляющая сила Бога. Но это не все. Вот что Иисус произносит дальше. Читаем Матфея 26, 53. Повторяя сказанное в прошлой передаче, Иисус сказал, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Немедленно. Стоит мне лишь попросить Его об этом. Отец пошлет мне больше 12 легионов ангелов. Не 12, а больше 12. Итак, минимум 12 легионов. Мы ответили на три вопроса. Еще раз повторю, что такое легион? Сколько ангелов в 12 легионах? И на что сообща способны 12 легионов ангелов? Во-первых, слово «легион», как мы уже знаем, на греческом «легион» взято из воинского обихода у римлян. Это слово указывает минимум на 6 тысяч солдат. Итак, в легионе 6 тысяч единиц. Значит, в одном легионе ангелов 6 тысяч ангелов. Запомните это. 6 тысяч ангелов. А сколько ангелов в 12 легионах? Если в одном легионе 6 тысяч, умножаем на 12, и получаем, что 12 легионов ангелов составляют по меньшей мере, по меньшей мере 72 тысяч ангелов. 72 тысячи. Сколько солдат пришли арестовать Иисуса? Когорта. Примерно 600 человек. Плюс храмовая стража. В общем, за Иисусом приходит немногим более 600 человек. А в распоряжении у Иисуса имеется 72 тысяч ангелов. И какой общей силой обладают 72 тысяч ангелов? Вчера мы сказали, и я повторю, что в книге Исаии, 37 главе, 36 стихе, написано, что один ангел, один, поразил 185 тысяч мужчин. Один ангел поразил 185 тысяч мужчин. Лишь один. Один. При таком раскладе, скольких мужчин уничтожит один легион ангелов? В легионе 6 тысяч. На основании этого факта, один легион ангелов может уничтожить 1 миллиард 110 миллионов мужчин. Лишь один легион. А по словам Иисуса, в его распоряжении был не один, а целых 12 легионов. Давайте рассчитаем, сколько человек поразят 12 легионов. Со всеми фактами умножаем 185 тысяч на 12 легионов или 72 тысячи ангелов, и получаем, что действуя сообщат, 12 легионов ангелов смогут уничтожить по меньшей мере 13 миллиардов 320 миллионов человек. На сегодня это почти два населения Земли. Невероятно. В первом столетии нашей эры в Римской империи проживало примерно 60 миллионов человек. Божьих ангелов хватило бы для уничтожения всей империи. Вот на какую мощь, на какую силу мог рассчитывать Иисус. Реши он воспользоваться своей властью. Но он не стал, потому что знал Божью волю сдаться и пойти на крест. Поразительно. Вот на какую силу мог рассчитывать Иисус в Гефсимании. Попадали шесть сотен солдат. Произошло чудо. Либо у Малха приросло отсеченное, либо выросло новое ухо. Иисус говорит о 12 легионах ангелов. Связанного Иисуса ведут из пещеры к месту суда у Понтия Пилата. И тут происходит нечто. Вдруг появляется ногой юноша. Это вообще кто такой? Кто-нибудь о нем знает? О нем написано у Марка в 14 главе стихах 51-52. Я зачитаю отрывок из своей книги заплачено сполна. Как только Иисус исцелил ухо Малха, раба первосвященника, по словам Марка, в саду увидели ноговый юношу. Кто же этот юноша? Почему он следовал за Иисусом? И почему был нагим? Резонные вопросы. Давайте на них ответим. От Марка, глава 14, стихи 51-52. Один юноша, свернувшись по ногам у тела, в покрывало, следовал за ним. Юноша. Ногой. И воины схватили его, но, наставив покрывало, ногой убежал от них. Итак, он появляется в саду нагим, завернувшись в покрывало, его пытаются поймать. Он убегает, причем полностью нагим, а в руках у солдат остается его льняное покрывало. Это вообще что такое? И как связано с событиями в Гефсиманском саду? Кто этот юноша? Почему он следовал за Иисусом? Почему был нагим? И почему завернулся в это покрывало, а не оделся, как все люди? И почему Святой Дух включил этот эпизод в Евангелие? Чем он так важен, что вошел в историю об Иисусе? Не будь этот случай настолько важным, Святому Духу было бы незачем его сохранять. Значит, история о ногом юноши настолько важна. В ней есть что-то для нас. А что же это? Ключом к разгадке тайны ноговой юноши становится слово «покрывало». Слово «покрывало». В оригинале Нового Завета данное слово «покрывало» использовалось только дважды. Здесь у Марка еще в одном месте Нового Завета, в другой истории. Это слово указывало на льняную ткань, которую после распятия было завернуто мертвое тело Иисуса. То же самое слово встречается в Матфея 27,59 и Марка 15,46, и Луки 23,53. Это весьма конкретно. Понятное слово. Им называли «погребальную плащаницу». Погребальную плащаницу. Саван. Давайте еще раз прочтем Марка, 14 главу, стихи 51 и 52. «Один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Слово «покрывало» используется дважды. Это слово «покрывало» на греческом «синдон». В Новом Завете указывает лишь на одну вещь, на льняную ткань, которую оборачивали умершего перед погребением. Следовательно, это погребальная плащаница, которую использовали для завертывания тела усопшего в гробнице. В Новом Завете данную ткань использовали лишь в одном случае, в качестве савана, для того, чтобы завернуть тело умершего перед погребением. Послушайте дальше. Некоторые богословы пытаются найти другое объяснение. По их мнению, Нагим юношей был сам Марк. Вдруг Марк внезапно появился в Гефсиманском саду голым. Нагим, ну что за глупость. Зачем Марку идти в Гефсиманский сад голышом? По Гефсиманскому саду никто голым не гуляет. Это безумие. Другие богословы называют юношу апостолом Иоанном. Мол, в минуту, когда Иисуса схватили, Иоанн, по догадкам некоторых, сбросил с себя одежду, чтобы отвлечь солдат. Но что за несуразица? Еще одна глупость. Стоит копнуть в греческий оригинал поглубже. И становится понятно, кто этот ногой юноша с покрывалом, и почему он был над. Гефсиманский сад находился вдалеке от города. Это был не просто сад, но еще и кладбище. И в Гефсиманском саду хоронили часто. А в ту ночь там были и свежие могилы, в которых кого-то похоронили за день или за два доизвестных событий. Это важная деталь. Так что же это за юноша? Юноша воскрес из мертвых. Ключ к разгадке его личности — покрывало, которое он был завернут. Готовя усопшего к погребению, иудеи тщательно мыли его тело, совершали над ним обряд очищения, и прежде чем положить тело в могилу, тело заворачивали в льняную ткань. Это и есть та самая ткань, которую Марк в 14 главе стихах 51 и 52 называет покрывалом. Это саван. Погребальная плащаница. Так погребали в иудеи. Так был похоронен Иисус. Так был похоронен Лазарь, как написано в Евангелии от Иоанна. В греческом это одно и то же слово. Итак, юноша умер, его тело омыли, совершили над ним обряд очищения и завернули его тело в ткань. Это слово встречается в Марка 14, 51 и 52. И затем положили его в могилу. В глубине Гефсиманского сада, где арестовали Иисуса, находилось кладбище, на котором были обнаружены могилы, датируемые первым столетием, когда все это и произошло. Как только Иисус произнес «Я есмь, эго эйми», провозгласив себя Богом, подействовала великая сила, мощь, которая свалила на земь целое войско солдат. Та сила, что сбила с ног воинов, очевидно, сошла и на юношу, которого похоронили незадолго до этого. Поэтому он и был нагим. На нем была погребальная плащаница. Саван. Это был умерший юноша, который был в могиле, вырытый неподалеку. Та же сила, что повалила на землю вооруженных солдат, прикоснулась к юноше. И я называю это случайным воскрешением. Случайным. Иисус не намеревался воскрешать парня, но его сила оказалась настолько мощной, что воскресила недавно погребенного юношу. Та же сила, что повергла на земь целое войско, вернула к жизни этого парня. Он выбрался из могилы, взял с собой погребальную плащаницу, покрывало. Солдаты арестовали Иисуса, считая, будто смогли сделать это сами. А Иисус им сдался добровольно. И тут, в самой гуще событий, вдруг появляется только что воскресший юноша. Увидев юношу, наговым, идущего в погребальной плащанице, солдаты сразу поняли, что к чему, и тут же решили его схватить. Почему? Потому что в эту минуту, меньше всего им нужно было свидетельство еще одного чуда. Они не хотели, чтобы стало известно очередное чудо, особенно воскрешение. И кто-то приказал поймать его. И они его схватили. Но он вырвался и убежал Нагим. А в руках солдат осталась плащаница. И вот они стоят, погребальная плащаница в руках, после встречи с воскресшим юношей. Тут стоит им Малх, то ли заново выросшим, то ли с приложенным, старым мухом. А вокруг 600 или больше солдат, только что вставших на ноги после мощного потрясения Божьей силой. И Иисус заявляет о 12 легионах ангелов. Все в Гефсимонском саду стали свидетелем явления Божьей силы, силы, силы. И мысль о том, что у кого-то может быть власть схватить Иисуса просто нелепо. Такой власти не было ни у кого. Вот почему позднее Иисус сказал Пилату Иоанна 19 глава 11 стих «У тебя нет способности ни власти схватить Меня». Тебе это дано свыше. Такова воля Отца. И далее написано, что юноша последовал. В греческом это слово подчеркивает неотступное следование. То есть воскресший юноша проследовал за процессией, чтобы хотя бы одним глазком увидеть того, кто воскресил его из мертвых. Вот как. Еще раз представьте поразительную власть Иисуса в Гефсимании. Иисус обладал такой властью, что схватить его не мог никто. Иисус бы мог отказаться. Мог бы призвать на помощь ангелов. Но Иисус принял крест добровольно, потому что знал, что такова воля Небесного Отца. Он знал, что на кресте Он сможет приобрести вечное искупление для Меня и для вас. Иисус принял крест, зная, что такова Божья воля. Не знаю, как вас, но меня эта мысль изумляет. В Гефсиманском саду произошло воскрешение. Вы о таком раньше слыхали? Вот откуда в Гефсиманском саду появился ногой юноша, который был завернут в льняную ткань. Друзья, Иисус способен на невозможное. Это воскрешение стало случайным. Иисус сказал два слова, «И где-то воскрес юноша». Вот сколько силы у Иисуса. И сейчас Он произносит эти слова для вас ради чудес, ради исцеления, избавления и свободы. Сила Иисуса по-прежнему действует. И стоит вам с верой обратиться к Нему, как та же сила, что явилась в Гефсимании, проявится и в вашей жизни в виде чудес и знамений. Сегодня. Сейчас. Время передачи подходит к концу. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговорах на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голгофского креста. «Заплачено сполна» Это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна» важнейшие истины и факты христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на Земле. Скачайте на сайте ignc.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские и исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского креста и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста, а после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Здесь они нашли не только общество, в котором больше не чувствуют себя одинокими, но и обрели надежду. Они нашли и Иисуса. Благодаря вашим сердцам, открытым для даяния, мы можем приводить этих людей ко Христу. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Ваша поддержка очень важна для этих людей. Мы должны позаботиться об этих драгоценных Божьих детях. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт iGinsey.org Помогая нам, вы помогаете другим. В завершении позвольте за вас помолиться и также напомнить о невероятной силе Иисуса. Это не миф и не легенда, не суеверие. Все сказанное действительно произошло в Гевсиманском саду. Божьи силы Иисус и правда свалил с ног 600 солдат. Он на самом деле восстановил ухо Малха и он правда воскресил из мертвых юношу, хотя и не намеревался, а просто сказал два слова и вокруг начали происходить чудеса. Вот на что способно мощное Божье помазание. И это же помазание сейчас пребывает на мне и на вас. Та же сила действует в вас. В вас живет тот, кто сильнее всех, кто в мире. В вас, со своей чудотворной силой живет Господь Святой Дух. Как же это здорово. Эта передача из аудиоцикла «Неизвестные факты о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа». Скачайте его и слушайте. Поделитесь с другом или домашней группой, им понравится, и они поймут истины о смерти, погребении и воскресении Иисуса гораздо лучше. Также мы читали отрывки из моей книги «Заплачено сполна». Важнейшие истины и факты Христовых страданий. Это сокровище. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя за силу, что проявилось в Гевсиманском саду. И сейчас, в эту минуту, проявляется здесь. Именем Иисуса противостою злу, направленному на вас. Молюсь, чтобы силой Святого Духа это зло было прекращено, покинул вашу жизнь и лишилось силы. Освободи моих друзей во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что вы были со мной. И помните, Иклисиаста 8.4, где слово «царя» там власть. Так оно и есть. И пусть Божье слово сегодня проявит свою силу в вашей жизни. До следующих встреч. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин